Соня, ты сама оделась так, Соня? Да. Супер, пойдем. Хочу это показать просто. Вот так одевается Соня. Как красиво. Это кафе небольшое мы нашли. Тут так уютно, вон с детской зоной. Это даже больше ресторанчик. У нас обозначилась в навигаторе как кофейня, но тут и кухня, и все аутентично. Но тут не села, а тут как бы маленькие городки под Мюнхеном, между Аугсбургом и Мюнхеном. Такие в кафе площадки тоже для детей. Соня, ку-ку. Пойдем. Глядя, чуть-чуть побыть. А уже мы едем, новые места найдем красивые. Давай. И вот так сделаны даже ангары сельскохозяйственные. И вот стена ангара этого украшена цветами вся. Вот. То есть вот такое вот отношение ко всему промышленному. Это не как у нас там плиты какие-то, бетонные, грязь. А вот так все аккуратно. Вот здесь такая вот парковка, кафе. Вот как все это выглядит прикольно. Мы в районе лесных походов. Случайно ехали на машине, и дети вот увидели косули лежат. И вот к ним подошла косуля, а мы остановились. Привет! Какая ты красивая! Тут как у них такой какой-то лес рядом и загон. А мы заинтересовались здесь вот это вот как собор такой. Мы хотим подняться. Так стоит аскетично от дороги. И ехали вообще через лес. Долго. Мы изучаем вот Баварию. И вообще такие места совершенно, ну, не популярные, а естественные. Дети минут 20 стоят у этой косули. Так близко. А эта красавица вот тут стоит. Гладим ее. Все, мы поднимаемся наверх к этому собору. Вот так мы идем через поля. Вот он собор. Сейчас интересно почитать, что это. Мы его с трассы увидели еще. Друзья, всем привет на моем канале Алексей Скова Лайф. Я сейчас стою в Баварии между Аугсбургом и Мюнхеном на горе. Вот такой аскетичный костел. За мной я хочу посмотреть, что это. Да. И вот гора. Тут такие холмы красивые. И хотела сказать, что сегодня воскресенье. И для меня определенный такой челлендж, определенное удовольствие, времяпровождение, когда ты просто набираешься сил, наполняешься. Это когда ты садишься в машину с близкими людьми, с семьей. И едешь просто куда-то, куда-нибудь там по карте, даже несмотря карту, в какие-то интересные места, в какие-то смотришь интересные села, интересные вот всё, что встретится на пути, ты совершенно не задумываясь, ты смотришь, исследуешь, пьёшь кофе в разных каких-то попавшихся по дороге кофейнях, ресторанчиках. И это время ты не знаешь, что ты увидишь. Оно не запланировано. Это определенный кайф, от которого я просто-просто наполняюсь энергией жизнью. Сегодня так мы и проводим время, поэтому смотрите, что из этого получилось. И вот в данный момент мы нашли костёл, такой вот совершенно одиноко стоящий на холме. Сейчас покажем, что это. Всё, иду смотреть костёл. И, кстати, у меня ещё одна новость. Я купила селфи-палку, селфи-стик. Вот, я её снимаю, не могу показать, но теперь мои видео, я думаю, будут намного интереснее по качеству. Тут вот такая вот лесенка, можно подняться. И вот мы уже подходим к этому такому вот совершенно одинокому костёлу на горе. Но тут невероятно красиво, и никого практически нет из людей. Ветер немного, вон сзади поля, но реально круто, просто круто. Вот, смотрите, стена, а вокруг одни леса и косули бегают. Сзади за мной, я на высоте такого холма, а там просто поля. Теперь я посмотрю, что это вообще за костёл, такой одинокий я нашла в Баварии. Я сейчас покажу, что это. Вот такая вот из меди дверь, с таким замком. Боже, в Баварии это всё просто сумасшедшее, прикольно. И это написано, что это паломническая церковь. Основанная в 1599 году, Хернраст. Ну, Хер это у них мужчина, как бы сэр, то есть, возможно, мужская. Вот такой вот знак. Так что это очень такое вот место, совершенно безлюдное. И оно раньше, видно, находилось вдалеке от всех городов и как бы в таком отшельничестве. Вот это как раз её фронтальная часть этой церкви. 500 лет назад она была сама, я думаю, никаких дорог тут не было, тропы. Одна вот на такой горе, вот я показываю, никаких туда машин не было, ничего. Вот в Баварии стоял такой вот паломнический храм. А там вот колокольня, я думаю. Вот вдалеке виден небольшой тоже городок. Вот такие вот виды в Баварии. Всё так ухожено, так вот как игрушечное немного. Ко всему можно добраться на велосипеде. Всё это продумано, даже есть лавочки для велосипедистов. Я немножечко покажу саму церковь на широком углу специально. Тут тень, ветер, тут просто замечательно. Черепичная крыша. И там вот колокольня вверху. Вот обхожу её. Я думаю, много столетий назад, потому что церковь 500 лет. 500 лет назад не было никаких дорог, и она была одна. Вот так вот на холме. Вот интересно, как раз вот фронтальная часть колокольня. Хотела показать интересный момент, что коммуникации все из меди. Это очень прикольно. Всё вот сделано медное. То, что идёт как раз в эту церковь. То есть никакого пластика. А вот теперь я сюда захожу. Я попробую. Я думаю, что сюда зайти можно. О, да, это можно. Боже, как это интересно. Интересно, тут кто-то есть, но... Есть свечи. Никого нету. Ни одного человека. Я совершенно одна. И полная-полная тишина. Вот такая дверь. Вот здесь какая-то чаша. И вот я вам покажу атмосферу. Здесь стоят свечи. Туда закрыто, туда заходить нельзя. А может, можно? А может, можно? Нет. Нет, здесь ключ. Я извиняюсь, насколько вытягивает мой айфон это всё показать. Я показываю. Вот как очень красиво. Просто сумасшедшее. Да, это паломнический такой храм. Совершенно одинокий. Здесь можно вот... Наверное, они тут установлены, или их ставят, приходят люди. Друзья, если вам нравятся мои видео, совершенно такие спонтанные и непостановочные, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк. Тридцать центов. Можно пожертвовать. Сейчас мы это сделаем. И можно присесть, посидеть здесь. Помолиться. Здесь ещё лестницам. Я сейчас попробую подняться наверх. И картина того, что здесь происходило. Да, как раз таки молитва мужчины. Хочу показать поближе полотно, которое висит в этом храме. Здесь как раз вечные темы того, что происходит на земле и на небесах. Это мужской храм. Дети там. Дети кричат на улице немножечко. Но они и так молодцы с нами, выдерживают все эти путешествия. Вот наверх. А, это идёт дверь в часовню, но она закрыта. Снимаю, насколько получается, пока на мой айфон 11 про макс. Я закрыта. Нет, сюда можно открыться. О, вот. Такой замок непривычный, как амбарный. Боже, тут сразу Света, Филипп. Фил, заходи, мужской монастырь. Давай. Посмотри картину. Там как раз мужчины молились. Давай, иди посмотри. Этому монастырю храму в 500 лет. Вот как раз Филипп пришёл. Филипп, тебе интересно? Расскажи. Ты представляешь, в каком-то старинном месте на горе, в Баварии? Такое окошко, через него смотрели 500 лет назад люди. И вот ощущение, когда ты выходишь. Тишина. Никого вокруг. Солнечный день, леса, поля. Мы спускаемся вниз. Берем бал. Дети тут играют с собаками местными. Дети, вам понравилось путешествие? Да. Соня, для чего жёлуди? Для моей куклы. Для куклы? Да, я её кормлю. Ты её кормишь? Да. Фил, а ты как? Я тут что-то делаю в телефоне. В телефоне? Сейчас нашли очень красивое место с открывающимся видом. Еле нашли, где припарковаться. Тут вот такая вот лавочка. А вот за мной, вот, это с холма открывается вид на город в Баварии небольшой. Ну вот так. Солнце, солнце в глаза. Вот такой вот город. Вот такой вот город. Очень красиво. И очень много солнечных батарей на черепичных натуральных крышах. Маленький городок. От Мюнхена километров 30-40. А мы стоим вот на таком холме, колоски. Ну вот, кому интересно, показываю, как выглядят в Южной Германии города небольшие. Соня, а что там ты увидела? Одуванчик. Одуванчик? Да, вот. Вот он. И вам можно стать ручкой еще. Ручкой. Соня, тебе нравится? А вот он, одуванчик. Ага, вижу. Здорово. Сфотографировала его. Сфотографировала. И тебя тоже. Ну вот так выглядит Южная Германия. Очень много велосипедистов. На горку не хочу обгонять, потому что не вижу, что там дальше. Хотя они меня пропускают. Но не буду. Под горку нельзя. Вот идет машина. Буду ждать. Пока я хорошая будет. Видимость не опасна. Велосипедисты в касках. Круто. Все реально круто. Вот все мы обгоним. Красивейшая Бавария. Кстати, меня тоже тут обгоняют. И велосипедистов тоже. Красиво. Сосны. Супер просто. И ухоженные поля. Вот много таких холмистых дорог. Сосны. И мы как идем с холма. Впереди поля. У Филиппа даже уши заложила. Потому что это предальпы. Подножие Альп. И холмистая такая местность прикольная. Серпантиновая. С озерами. Хочу показать эти дороги. Потому что они наслаждение. Тут байкеров много велосипедистов. Но велосипедные дорожки отдельно. Вот слева метров 20 идет от нас велосипедная дорожка. Они тут имеют свои маршруты. Даже в навигаторе можно выставить, как ехать велосипедом. И это будет отдельный маршрут. Тут такие господарские хозяйства. Узкие достаточно дороги. Вообще в Германии очень узкие дороги. Но они в идеальном состоянии. Бавария из окна автомобиля. Как выглядят фасады домиков. Сегодня больше этому посвящено видео. Вот это слева, это велосипедная дорожка. Видно. Вот как такой тротуарчик на отступе. Это специально маршрут для велосипедов. Он имеет лавочки. И он идет вдоль основной дороги. Он в идеальном состоянии. Засфальтирован. Вот у них такая прикольная архитектура. Старая. Старинная. Много солнечных батарей, ветряков. Не ветряков, больше на севере. Потому что в Баварии менее ветрено. Мы заехали обратно пообедать. Хотя брали с собой бутерброды. Так вот, заказали суп. Он там 3 евро стоит с печенкой немецкий. Кофе с топленым молоком. И вот у Фила тоже суп. И попробовать немецкое разливное пиво Дункель. Дункель это темное. Баварское. Так вот, суп этот с печенью. Ну, очень интересно он как-то выглядит. Я особо мяса не ем много. Практически не ем. Но интересно пробовать кухню других стран. Соня уснула. Пенсионеры сидят в кафе. Это обычное дело. Совершенно выходной. Я хочу показать. Мы взяли пиво Дункель. Вот. Это пивоварня Мюнхен. Вот написано. Августинец. Августинер. Джордж В. Августинер. Основанная в 1328 году. 700 лет этой пивоварни мюнхенской. Совершенно прикольно пробовать. Мы много пива не пьем. Но просто интересно попробовать вкус. Продегустировать. Фил, скажи свое мнение о супе. Мне он очень нравится. Он такой аутентичный. Очень вкусный. Антон взял попробовать шницель. Это и картошка как фри. Картошка фри. Но прикольная. Такая вот. По домашнему. Да, по домашнему сельская еда. Вот она с корочкой. Да, она сделана очень интересно. Последок. Кошка. Кошка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот такой ветерок Такие небольшие какие-то, как поселочки Лес, озера Такой закладывается новый поселок Белый Дороги тут предальпы Вот такие вот дороги, серпантины с соснами Поездка за рулем в Баварии Это просто наслаждение полное